МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире Народные новости в студии Татьяна Бажанова. Здравствуйте. В начале выпуска его главные темы. Бизнес-интеллект-наука. Артем Сдунов познакомился с талантливой молодежью из лагеря Бенеллект. Айти-деревня для Рузаевки. Вопросы реализации проекта обсудили в Доме республики. Вакцинация продолжается. Мобильные пункты работают на улицах города. Можно сказать, повезло. В селе Лимдяй ураган свалил металлическую конструкцию практически на жилые дома. Начнем выпуск с самой обсуждаемой темы. 6 августа в Саранске в Доме республики состоялось заседание оперативного штаба по преодолению негативных социально-экономических последствий, связанных с отзывом лицензии у КС-банка. Позднее в республиканском пресс-центре о случившемся и о том, как быть клиентом банка, рассказали представителям СМИ. Центральный банк не позднее 12 августа определит банк, который будет осуществлять выплаты физическим и юридическим лицам, вкладчикам КС-банка. Они начнутся не позднее 20 августа. Те физические лица, у которых были открыты карты, то есть это просто счета, у которых были вклады, до 1,4 млн включительно все эти суммы будут выплачены. Что касается юридических лиц, то здесь необходимо юридическим лицам проверить себя, включены ли они в реестр малого и среднего бизнеса. Это сделать можно на сайте налоговой инспекции, забив свой ННН. Соответственно, если вы в реестре, либо если это индивидуальный предприниматель, то тогда распространяются правила как на физическое лицо. Мордовия организована и начала работать горячая линия для физических и юридических лиц. Ее телефон 39 11 77. Субъекты малого и среднего предпринимательства могут также обращаться к уполномоченному по защите прав предпринимателей по телефону 39 15 74. Не стоит переживать и за оплаченные счета за ЖКХ. Платежи прошли. Единственное изменение коснется механизма определения льготы. Для граждан в квитанциях за июль будет расписан порядок обращения для уточнения данной информации. Будут раздавать квитанцию, прикрепленные к ним заявления по сумме и по оформлению, по перечислению льготы. Этот реестр вместе с заявлениями и квитанцией будет передан для передачи населения в управляющую компанию. Получатели мер социальной поддержки следует обратиться в органы социальной защиты с заявлением о смене счета и зачислении денежных средств по любой выплате. Только по одной выплате ежемесячно денежной компенсации по женично-коммунальным услугам по Мордовии 112 тысяч людей. И все они должны прийти, потому что у нас была совершенно другая форма, когда они получали, то есть не доплачивали льготники, а доплачивали государство. За них и сразу деньги перечислялись ресурсоснабжающим организациям. Сейчас мы планируем перевести данную льготу физическому лицу. Заявление необходимо будет подать и всем получателям пенсии и иных социальных выплат. В нем нужно будет указать реквизиты нового счета в другом банке, либо выбрать в качестве доставщика почту. Сделать это можно через личный кабинет гражданина. В МФЦ направив заявление по почте или лично в клиентской службе ПФР. Организована работа наших специалистов во всех районных управлениях в субботу, в воскресенье, с тем расчетом, чтобы вы смогли, уважаемые клиенты, подойти к нам и написав заявление о густовские выплаты, которые еще не поступили на ваши лицевые счета, чтобы мы отправили на тот банк, который вы нам укажете. Сентябрьская выплата пойдет в обычном режиме. Тем гражданам, кому ПФР перечислил пенсию или социальные выплаты на счета КС-банка ранее, и кто не имеет возможности снять ее в настоящее время, следует подождать. Не позднее 12 августа будет определен банк-агент, который осуществит выплату средств. Надежда Русяева, Владимир Надькин, Народные новости. 5 августа временно исполняющий обязанности главы республики Артем Сдунов принял участие в открытии смены лагеря «Бенелект» на базе образовательного центра мира. Вместе с ним, с талантливой молодежью, будущим республики и страны познакомились председатель комитета Госдумы Федерального собрания Российской Федерации по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев, заместитель руководителя федерального агентства по делам национальностей Станислав Беткин. «Бенелект» – бизнес, наука, интеллект. Это дополнительная образовательная программа, которая доступна школьникам. Цель проекта – сформировать в молодежи лидерские качества. Они пригодятся во взрослой жизни вне зависимости от будущей профессии. 45 участников будут работать по четырем модулям. Получат много новых знаний, а самое ценное – обзаведутся новыми друзьями. Постарайтесь встать ближе к другу, как мы сейчас получились, вот здесь, около сцены, и пронесите это через всю жизнь. Это ваша сила, это ваша энергетика. Вообще сейчас в России очень много конкурсов. Президенты Российской Федерации обращают внимание. Вы знаете, лидеры России, в России страна возможностей. Мы проводили Моя Мордовия. Всегда есть сейчас возможность, как называется, социальный лифт. Я это просто называю. Это доступ ко всему, что есть у нас на территории России и за рубежом. Только надо стараться участвовать в этом. Я поэтому обживаю с интересом провести это время в достаточно большую продолжительность. Впечатлила молодежь и Станислава Беткина, который также поприветствовал участников и отметил их стремление к знаниям и желание сделать общество лучше. Вы сегодня поднимали вопросы, которые обсуждаются на самом высоком уровне на Совете Препрезидента по межнациональным отношениям. Это здорово, что они вас волнуют, интересуют. Вы находите собственные ответы на них. Вы готовы над этим работать. Активная молодежь встретила высоких гостей торжественно и зарядила всех позитивным настроем. Каждый из них талантлив и уверенно проявляет себя в проектной деятельности. Эти ребята не просто активно познают новое, умеют найти близких себе по духу. Василий Пискарев также отметил, что совместными усилиями можно сделать многое. И от вас как раз должна быть инициатива. Вы знаете все. Вы знаете больше, чем мы, потому что вы все время изучаете интернет, изучаете другие возможности. Поэтому помогайте нам, а мы сделаем все, чтобы ваше счастливое детство превратилось в ваше счастливое будущее. В конце смены каждая команда участников защитит свой проект. Разработка уже идет полным ходом. Школьники к делу подходят ответственно и с энтузиазмом. Мы хотим, чтобы о нашей культуре знали. Цель нашего проекта – это формирование современного конкурентоспособного туристического продукта, который поспособствует тому, чтобы о Мордовии говорили, о Мордовии знали и знали нашу культуру. Для подростков подобные смены – возможность не только научиться работать в интересных направлениях, но и проявить себя. Примерить роль лидера, узнать, с какими сложностями сталкивается руководитель и сообща попытаться найти пути их решения. От смены ребята ждут многого. За эту смену я планирую научиться правильному построению таких сложных проектов, более хорошему изучению, ботаническому, разумеется, самого нашего препарата, на котором мы будем работать, и просто коммуникации. Смена продлится до 21 августа. И за это время участники на практике узнают, как нужно подбирать членов команды, чтобы она была эффективной, как отстоять свою точку зрения и подготовить бизнес-план. И, конечно же, прокачают лидерские качества. Валерия Новикова, Народные новости. 5 августа временно исполняющий обязанности главы Республики Мордовия Артем Сдунов провел рабочую встречу с креативным продюсером белорусской IT-компании Wargaming Вячеславом Макаровым. Обсуждались вопросы создания в Мордовии IT-деревни. Напомним, организовать ее планируют в Рузаевке на базе бывшего профилактория. Там будут размещены площадки для стартапов. Артем Сдунов обратил внимание на значимость проекта, ведь сфера высоких технологий является одной из приоритетных для республики. Мордовия готова поддержать это направление посредством участия в федеральных программах, но при этом необходимы вложения самих предпринимателей. Ожидается, что это будет комфортной для работы и проживания территория, так называемая региональная силиконовая долина. Кроме того, Рузаевка – это моногород и территория, опережающая социально-экономическое развитие, что предполагает ряд преференций для ее резидентов. Создание эко-парка высоких технологий позволит сократить отток высококвалифицированных специалистов в другие регионы, а также вернуть в республику уехавших ранее профессионалов. Во встрече принял участие генеральный директор компании BITEX Дмитрий Карасев. С 3 августа горит зеленое богатство Мордовии и заповедник Смедовича. Борьба с огнем ведется круглосуточно. К ней привлечены техника и люди, в том числе из соседних регионов. За трое суток огонь прошел площадь 1100 гектаров. По состоянию на 16 часов 6 августа пламя полыхало на 13 гектарах заповедника. Горит уже мертвый лес. Последствия пожара 2010 года. А непостоянство ветра усугубляет ситуацию. За сменой его направления следует и пожар. Устраняют бедствия из земли и с воздуха. На месте работает наземная группировка территориальной подсистемы МЧС. Помогают огнеборцам и коллеги из соседних регионов. Силы и средства, которые задействованы на ликвидации данной ситуации, составляют у нас 50 единиц техники и 183 человека личного состава. В целом от РСЧС и от Главного управления со стороны Республики Мордовия. Ну а в целом группировка совместная с Нижегородской областью и Саровым. 122 единиц техники и более 500 человек личного состава. Тяжелая техника работает в чаще. Убрать поваленные стволы с пути возможного следования огня задача важная и сложная. К самому же тушению пламени привлечена авиация МЧС России и Министерство обороны. На борьбу с пожаром в заповеднике направлены два вертолета, два самолета и самолет-амфибия. Он в состоянии набрать воду прямо из водоема без дополнительной посадки. По общим данным, авиация уже произвела более 30 сбросов воды. На ликвидации этой ситуации работают два борта Ми-8 МЧС России, два борта ИВ-76 Министерства обороны. Огонь и дым мешают пожарным и пугают жителей ближних населенных пунктов. Хотя угроза перехода огня на жилые дома отсутствует. Группировки огнеборцев растянулись на 9 километров, и каждый из них прикладывает все усилия, чтобы спасти зеленое богатство Мордовии и не дать пострадать человеческим жизням. На территории Темниковского района введен режим чрезвычайной ситуации. С заботой о глубинке в Саранске прошла стратегическая сессия развития инфраструктуры на селе. Ее участники – общественники, преподаватели и предприниматели. В центре обсуждения актуальные проблемы селян и возможные варианты их решения. Как прошла встреча, какие предложения на ней прозвучали, расскажут Юлия Мамаева и Евгений Фролкин. Подобная стратегическая сессия уже прошла на федеральном уровне Мордовии, а от важных дискуссий в стороне тоже не осталось. Проблемы жителей глубинки нужно поднимать регулярно, только тогда они будут решаться. Уверена, модератор дискуссионной площадки Юлия Оглоблина. Тем более, что поработать есть над чем. Практически нет ни одного предприятия, где закрыта проблема кадровая. Везде кадровый голод колоссальный. Если брать социальную сферу села, то же самое. То есть все сферы сельских территорий, они нуждаются, конечно, в поддержке. В обсуждении приняли участие общественники, преподаватели и предприниматели. Все те, кто имеет непосредственное отношение к сельским территориям. Знает ситуацию и хочет сделать свой вклад в решение проблем. От имени молодых педагогов Мордовии на встрече выступила Виктория Богдашкина. Учитель 8-й средней школы Рузаевки подняла вопрос повышения престижа профессии педагога на селе. Она отметила сложности, с которыми встречаются молодые специалисты. Первая причина – это невозможность обеспечения жильем молодых кадров, что и вызывает, соответственно, нехватку этих же кадров. Во-вторых, это система оплаты труда. Дело в том, что в селе, например, школы малоклассы, малокомплектные. А система оплаты труда учителей следующая. То есть она складывается с количеством учеников в классе. С этим, конечно, большие проблемы. Ну и третья причина – это слабое техническое оборудование. Какое оно новое село проблемы экологии, развития социальной инфраструктуры и сельхозкооперации. Эти и другие актуальные для селян темы также оказались в центре внимания. Каждый участник высказал свое мнение и предложил свои механизмы и решения. А некоторые уже договорились о сотрудничестве. Прозвучало предложение использовать мощную базу хранилищ в Теплечном для поддержки фермеров Республики Мордовия. Будем это рассматривать. Думаю, получится. Встреча получилась интересной, а главное – продуктивной. Многие предложения в скором времени будут воплощены в жизнь. Сегодня в Мордовии немало сел и деревень, которым действительно нужна помощь. И речь не только о реализации на их территории программ по благоустройству и строительству соцобъектов. К примеру, на днях сразу несколько районов попали под удар стихии. Жителям сейчас нужна именно физическая помощь. Этот торнадо, которое прошло, оно выкорчевывало деревья, сносило крыши. Там не осталось даже, знаете, картофеля. Вот все смыло просто. Вот все грядки, которые были у сельских жителей. И вот сейчас нужно сплотиться. Я уже дала клич активистам, волонтерам, всем неравнодушным, чтобы помочь. Помочь селу, жителям, последствия разобрать. Потому что здесь обычное трудовое участие – это большое подспорье будет. В самое ближайшее время в пострадавшей от урагана муниципалитеты республики будет организован трудовой десант. Юлия Мамаева, Евгений Фролкин. Народные новости. В Саранске открылся штаб общественной поддержки партии «Единая Россия». Он базируется на площадке региональной общественной приемной председателя партии Дмитрия Медведева. О целях и задачах штаба в следующем сюжете. В штабе общественной поддержки ждут всех, у кого есть идеи, как сделать жизнь в Мордовии более комфортной. Его задача – стать центром притяжения для всех общественных сил. В состав штаба вошли представители Общероссийского народного фронта, Федерации профсоюзов, некоммерческих организаций, бизнес-сообщества, организации молодежи, ветеранов, инвалидов, многодетных семей. В рамках работы штаба граждане смогут участвовать в различных тематических мероприятиях, предлагать свои инициативы по улучшению качества жизни. Будут активно применяться такие форматы, как приемы граждан, круглые столы и стратегические сессии, онлайн-мероприятия, тематические встречи с лидерами общественного мнения и гражданскими активистами, представителями различных сфер, которые регулярно будут проходить с соблюдением рекомендаций по противоэпидемическому режиму. Во второй половине августа в Москве пройдет второй этап 20-го съезда «Единая Россия», на котором партия представит народную программу, с которой пойдет на выборы. Сейчас проходит сбор предложений в программу партии. Все предложения можно оформить, прийти в общественные приемы. Наши волонтеры помогут это сделать, чтобы ваши предложения были изучены, наши предложения изучены в партии и нашли отражение в общей программе. Также можно внести свои предложения, мы уже говорили, объявляли, да, в сайте народной программы, сайт, он общеизвестный, nr.ru. Штаб создавали при поддержке общественников. Во время открытия участники внесли предложения о работе штаба и после выборов. Активную работу штаб начал уже в первый день. 6 августа состоялась стратегическая сессия, на которой обсудили актуальные проблемы сельских населенных пунктов. Ольга Данилова, Владимир Датькин, Народные новости. Борьба с коронавирусной инфекцией продолжается. Единственный способ обезопасить себя и близких – сделать прививку. Без очередей и долгого приема процесс вакцинации максимально приближен к горожанам. Помимо больниц на улицах города функционируют мобильные пункты. Ежедневно такие пункты вакцинации посещают десятки людей. Иммунизироваться могут все, у кого нет противопоказаний. Пакет документов минимальный. Достаточно иметь при себе СНИЛС и паспорт. Главная цель вакцинации – защитить от коронавируса все общество, сформировать коллективный иммунитет. Неважно, придете ли вы в одиночку или целым трудовым коллективом. Медики ждут каждого. За два месяца у нас привились 66% от всего состава. Ожидаем к сентябрю 80% привить всех сотрудников. Ну и в перспективе у нас остаются только те, которые недавно приболели. Полгода не прошло, и мы тоже ожидаем. Вообще у нас сотрудники должны привиться в полном составе. 6 августа в центре Саранска в районе фонтана «Одуванчик» медики прививали первым и вторым компонентом вакцины «Спутник Ви». Процедура быстрая, но эффективная. Люди это понимают и приходят вакцинироваться. Вот я сама лично приболела год назад. И на моих глазах я сама болела не очень тяжело. У меня всего 16% было поражение легких. Но видела, как страдают рядом со мной, как увозили в тяжелом состоянии уже в боксы на искусственный кислород. И, в общем, однозначно, кто не встретился с этим вирусом, однозначно нужно привиться. Это никаких сомнений. 7 августа с 9 до 2 мобильные пункты вакцинации будут ждать жителей в районе дома номер 71 по улице Волгоградской с 9.30 до 15.30 у рынка «Данка» и с 9 до 12 на территории школы номер 24. Ирина Суконкина, Сергей Кувакин. Народные новости. Новая детская больница в Саранске и новый спортивный комплекс в Краснослободском районе. Строительство в рамках нацпроектов и госпрограмм продолжается. Компания «Анелия» готовится к сдаче двух важных объектов. Какие работы проделаны и что осталось завершить, узнавали мои коллеги. Что может быть важнее здоровья, особенно когда речь идет о подрастающем поколении? Медицины и технологии на месте не стоят, поэтому обновляться должны и больницы. В 2020 году в рамках нацпроекта здравоохранения началось строительство нового хирургического комплекса Республиканской детской клинической больницы в Зеленой Роще. В качестве подрядчика выступила строительная компания «Анелия». И сейчас работы уже близятся к окончанию. Находится на стадии завершения строительства. Практически выполнены работы на 95-97%. Остаются наружные работы по благоустройству, которые сейчас в интенсивном темпе ведутся. По внутрянке на данный момент ведутся работы заключительные по монтажу потолков. По монтажу оборудования в полном ходе сейчас идет пусконаладка оборудования. Новый корпус будет оборудован по последнему слову техники. Здесь установят компьютерные и магнитно-резонансные томографы, несколько рентгеновских аппаратов, оборудование для УЗИ и эндоскопии. Общий бюджет объекта около 2 миллиардов рублей. Здание состоит из четырех корпусов по 4 и 5 этажей. В первых двух блоках расположатся операционные и процедурные кабинеты. В третьем и четвертом – палаты. Согласно проекту, объект должны сдать в декабре 2021 года. Но строители идут с опережением и новый хирургический корпус будет готов к сентябрю. Все это – результат добросовестной работы. Возможность поблагодарить созидателей за их заслуги вскоре представится. 8 августа они отметят свой профессиональный праздник. Поздравляю с праздником, с пающим Днем строителя, всех коллег, всех занятых в сфере строительства, всех, кто причастен к этому. Поэтому хочу пожелать долголетия, здоровья, чтобы стройка никогда не останавливалась. Стройка – это все-таки локомотив экономики. Всех с праздником. Еще один объект – Анелия готовится сдавать в Краснослободском районе. Там, в деревне Бабылевской выселке, появился многофункциональный спортивный комплекс. Возводить его начали в 2019 году, и сейчас здание почти готово. Производим отделочные работы по внутрянке, производится обкатка оборудования, монтаж недостающего оборудования. Ну и, как вы видите, производится благоустройство территории. В сентябре работы уже завершат, и тогда местным жителям станут доступны все виды активного досуга. В новом спорткомплексе разместилась ледовая арена с трибунами на 150 зрительских мест. Здесь можно будет проводить не только районы, но и республиканские соревнования. Также здесь есть два бассейна для взрослых и детей. Их уже даже успели протестировать. Для тех, кто хочет поддерживать себя в форме, будут доступны тренажерные и фитнес-залы. Есть и детская игровая комната, универсальные залы и административные помещения, раздевалки и тренерские комнаты, а также медпункт. Объект будет притягивать и жителей райцентра. К тому же на прилегающей территории расположится зона отдыха со скамейками, зеленая зона и парковка, необходимая для комфорта посетителей инфраструктура. В новом учебном году здесь заработают спортивные секции. А значит, жители Бобылевских выселок через какое-то время порадуют нас своими медалями и достижениями. Ирина Семенова, Владимир Надькин, Максим Бикеев. Народные новости. Краснослободский район. Можно сказать, повезло. 3 августа в разгул стихии от ураганного ветра. Едва не пострадали жители села Лимдяй в Старошайговском районе. Там от сильных порывов упала вышка сотовой связи, которая расположена в населенном пункте, прямо рядом с домами. К счастью, сооружение рухнуло между жилыми постройками. Обошлось без пострадавших. Но теперь люди боятся, что происшествие может повториться. Юлия Мамаева и Максим Бикеев пообщались с местными жителями и готовы рассказать о проблеме подробнее. Сильный ветер, дождь и даже град. 3 августа стихия бушевала сразу в нескольких районах Мордовии. Здесь, в селе Лимдяй, тоже было неспокойно. Около 9 часов вечера начался настоящий ураган. Дома и другие постройки выстояли, обошлось без значимых разрушений, но бесследно буйство природы не прошло. От сильных порывов в селе упала вышка сотовой связи. Она едва не стала причиной трагедии. Сооружение располагалось очень близко к жилым домам. Минут 10-15 продолжался этот ветер. Зато я хожу в окно, смотрю, вышки нету, лежит. Хорошо, говорю, ветер с той стороны шел. Или соседы бы дом снес, на дом прямо хватило, или ко мне бы. Не пострадали чудом. В опасности оказались жители сразу нескольких домов. Десятки человек, семьи с детьми. К счастью, сооружение рухнуло между постройками в огород одной из местных жительниц. Часть урожая пропала, но это еще самый благоприятный исход, отмечают жители. Сейчас они настроены решительно сделать все, чтобы эту вышку больше здесь не устанавливали. Я хочу призвать людей, жителей, чтобы собрать подпись и обратиться, я не знаю пока кому, чтобы посередине села такого безобразия больше не было. Один раз упал, второй раз может и на дом упасть, и куда угодно. Жители села вспоминают, вышка появилась здесь примерно в 2005 году. Ее установили специалисты одной из компаний, операторов связи. Объем и высота внушительные, примерно 80 метров. Ранее подобных опасных ситуаций не возникало, но людям всегда, мягко говоря, было не по себе. Они уверены, настолько близко к домам такие гигантские сооружения располагаться не должны. Это опасно для жизни. Как вот поставили вот эту вышку, и мы со страхом уже в страхе жили здесь. Здесь и детвора все гуляют, вот все дети, внуки наши. Вот, они здесь любят всегда гулять. И как вот ветра все вот эти вот начинаются. И со страхом мы смотрели на эту вышку, как качается. Мы практически вот даже вот ночью даже не могли спать спокойно. Ночью я боялась даже из дома выходить. Утром полпятого я вышла уже. Это... Я в шоке до сей поры. До сей поры не могу себя прийти. Решится ли вопрос, покажет время. Ну а мы продолжим следить за ситуацией. Юлия Мамаева, Максим Бикеев. Народные новости. Старошайговский район. Серьезный подход к серьезным делам. Это отличительная черта всех тружеников строительной отрасли. Они проектируют, возводят, ремонтируют дома, транспортные пути, мосты и другие конструкции промышленного, гражданского и военного назначения. Обеспечивают страну путями, сообщениями, автомобильными и железными дорогами, мостами и вспомогательной инфраструктурой. О том, как проходят трудовые будни строителей, расскажем в репортаже из Дубенского района. Ежегодно во 2-е воскресенье августа в России отмечают День строителя. Одна из таких организаций – компания «Струйинвест ИК», располагающаяся в Дубенском районе. Этот год, скажем, в кабушках урожайный для нашей организации, потому что мы участвовали во многих конкурсах и работы ведем в четырех районах. В Дубенском районе у нас два объекта – плоскостное сооружение в селе Качкурово и строительство сельского клуба на 150 мест с Филиппом Вадимом. Но объект Качкуры ему уже сдали. Детички там уже вообще играют в футбол. Оценили, я считаю, по достоинству это сооружение. В Павадимове дом культуры нужен был давно. Живет здесь около трех тысяч человек, а окрытого места отдыха нет. В 2021 году населенный пункт попал под действие программы комплексного развития сельских территорий. И строительство долгожданного клуба началось. Первые шаги по возведению объекта были сделаны в марте, а завершиться строительство должно уже к концу августа. В сроки подрядчик обещает уложиться. Можно сказать уже на завершающем этапе уже, считаю, все объемы начали выполнять там полы. Уже плитка почти на 80% готова там. Даже можно сказать на 90%. Начали наружную обшивку сайдингом. Идет внутри уже обшивка гипсокартоном. Также идет установка сегодня. Начинаем окна, дверь устанавливать. Работа ведется, коммуникация проведена. Сами строители этот объект в шутку называют лего для взрослых. И это не случайно, ведь он практически полностью состоит из металлических конструкций, которые монтажники собирают вручную. Но такой опыт для строителей оказался даже интересным. С юмором они признаются, что теперь такие здания смогут собрать даже вслепую. Внутри будет располагаться зал на 150 мест, сцена, кабинеты для занятий в кружках, а в фойе разместится бильярдный или теннисный стол. Еще один социально значимый объект общества «Стройинвест-ИК» возводит в селе Батушево-Отяшевского района. Речь идет о социальном центре, который объединит в себе ряд площадок. Это библиотека, музыкальные и танцевальные классы, зал для выступлений и гримерка, который полностью заменит старый дом культуры. Также тут разместятся сельская администрация, почта и даже фельдшерско-акушерский пункт. В будущем здание саккумулирует культурную и социальную жизнь села, занимается «Стройинвест-ИК» и строительством многоквартирных домов. В Ордатовском районе ведется строительство 8-квартирного дома по программе перечеления из аварийного жилья. Срок сдачи у нас в сентябре месяц. Там тоже работы ведутся. Ведем работу еще в Большегнатовском районе тоже по программе перечеления из аварийного жилья. Ведется строительство 6 двухквартирных домов. Мы там будем дома сдавать поэтапно. Два дома сдадим в августе месяц, два в сентябре, два в октябре. До 1 ноября все жители, для которых строятся дома, перейдут в новые благоустроенные квартиры. В строительстве объектов задействовано порядка 70 человек. Дмитрий Ёжиков работает строителем более 40 лет. Сейчас он контролирует возведение социального центра в селе Батушево Отяшевского района. Сейчас в данный момент завершили строительство первого этажа. Сейчас делают перегородки первого этажа и начали кирпичную кладку второго этажа. Частично перекрыли первый этаж, еще осталось несколько плит. Перекроем. Работы ведутся. Сейчас работает где-то 20-25 человек ежедневно. Работаем мы субботу. В год 25 ноября, думаю, все у нас будет нормально. В скором времени к зданию будут проведены коммуникации и начнется внутренняя отделка. Работы предстоит еще много, но строитель уверяет, что сдадут все объекты вовремя. Анастасия Целигина, Ольга Данилова, Сергей Кувакин. Народные новости. Дубенский район. На этом у меня все. В студии была Татьяна Бажанова. Оставайтесь на нашем канале. До встречи. Татьяна Бажанова.